Уважаемые подчинные гости и ученые, специалисты, дорогие друзья, здравствуйте! Мы, как представители Китая, приехали из города Харбин, и Харбин называется Восточной Москвой. В Харбине жили и работали многие эмигранты из России и Польши в начале XX века. Так что в современное время Китая не случайно в Харбине был создан первый и единственный институт славянских языков при Харбинском педагогическом университете. И сегодня мы не случайно издалека прилетели из Харбина на международную конференцию как представители Китая. Пользуясь таким случаем, разрешите мне поблагодарить организаторов за приглашение и за то, что сегодня у меня имеется такая большая честь доклад читать на пленарном заседании конференции. Как мы считаем, что диалог славянской культуры идет не только между собой в рамках славянских стран. В этом диалоге участвовали и должны участвовать и другие страны, например, представители Азии, Америки и Африки. Хотя бы мы только сделали первые шаги. Славянская цивилизация всегда является блестящим жемчужиком мировой культуры в глазах или как глазами китайцев, несмотря на ее снижение или процветание. Сегодня мы хотели бы познакомить вас с общим обзором обучения славянским языкам в Китае и исследованием славянного введения. И хотели бы поделиться с вами душой и опытом. Но сейчас я там посижу и читаю доклад. Постановка вопроса. 21 век характеризуется процессом глобализации и интеграции. В связи с этим руководством Китая было предложено совместное с 65 странами развитие программы «Один пояс и один путь». В процессе строительства одного пояса и одного пути в Китае возник интерес к исследованию славянских стран. направлены на успешное становление и развитие межкультурной коммуникации и сотрудничества с данными странами. И поэтому возникло стремление к изучению, а также обучению славянским языкам студентов и пониманию славянской культуры как целостного явления. На этой конференции «Славянский вопрос. Новые парадигмы мышления» мы хотели бы ответить на такой вопрос. Как именно в Китае происходит обучение славянским языкам и каким образом развивается славяное введение как наука? Обучение славянским языкам в Китае. Обучение русскому в школах. Обучение русскому языку проводится в 67 школах 17 провинций. Из них в провинции Хелуньцян. Русский язык преподается в 22 школах. Обучение русскому языку в вузах. Русский язык как специальности преподается в 160 вузах. В вузах осуществляется также и обучение русскому языку студентов-нефилологов. Обучение польскому языку. Польский язык как специальности преподается в 11 вузах. Со студентами работают 22 преподавателя польского языка. Сербский язык как специальности преподается в 3 вузах. А специальности ческий язык в 3 вузах. А специальности словацкий язык в одном вузе. Специальности болгарский язык в одном вузе. Специальности македонский язык в 3 вузах. Специальности хорватский язык в 3 вузах. а специальности славянский язык в трех вузах. А вот еще специальности украинский язык в двух вузах. Специальности белорусский язык преподается в трех вузах. Институты славянских языков в Китае с целью подготовки кадров нового поколения, необходимых для совместного строительства одного пояса, одного пути и интегрального исследования славянской цивилизации. В 2008 году в Харпинском педагогическом университете был создан первый и единственный в Китае институт славянских языков. В институте, вот именно в нашем институте славянских языков преподают русский язык с 1952 года, а польский язык с 2009 года, а сербский язык с 2009 года. И студенты, и магистранты, и будут докторанты, они изучают славянскую культуру. Вот команда студентов нашего университета, которые изучают русский язык и культуру. Вот визит посла больше в нашем институте и в нашем университете. Это неделя польской культуры. Сам посол из Польши. Вот это наши студенты, которые изучают польский язык. И у них было соревнования, и наши студенты заняли первое место. Вот польская неделя, фестивали. Вот это Центр славянской культуры в нашем институте. В последние годы в других вузах также открыты специальности, направленные на изучение славянских языков. Но институты в Китае, которые объединяют бы несколько специальностей славянских языков и носят такое же название, подобно институту славянских языков Харпинского педагогического университета. Больше нет. Последние пять лет характеризуются тем, что в Китае снова растет интерес к изучению славянских стран, их языков и культуры. Были созданы научные платформы и московые центры, ну так называемые, занимающиеся исследованием славянских стран. Пекинский Центр исследования славянских стран был создан в 2015 году в Сталительном педагогическом университете в Пекине. Научные исследования направлены на изучение русской литературы. Центр исследования славянских стран. Второй. В Пекинском университете иностранных языков в 2017 году был создан Центр исследования славянских стран, а их научные исследования направлены на изучение русской культуры. В 2017 году Центр исследования славянских стран был образован в Харпинском педагогическом университете. Основные научные интересы акцентированы на изучение славянских языков, культуры, национальном менталитете славян и их языковом создании. На этом фото была церемония открытия Центра исследования стран славянского мира в нашем институте. Центры исследования России и Центры русской культуры образованы и активно функционируют в 14 вузах Китая. Центры исследования Польши. В разных городах Китая работает 5 центров, занимающихся исследованием Польши, ее языка и культуры. Изучением Пиролуссии, ее культуры и традиции занимаются 3 центра исследования Пиролуссии. А вот еще один центр занимается исследованием Сербии и ее культуры. Для изучения Украины, ее языка и культуры в Китае создано 7 центров исследований Украины, организации исследований славянного ведения в Китае, институт исследований России, Восточной, Европы и Средней Азии, Китайская академия наук, которая находится в Бикинге. А вот здесь выделены еще и некоторые кафедры. Там сектор русской политики, сектор русской экономики, сектор русской дипломатии, сектор Средней Азии, сектор Восточной Европы, сектор Украины, сектор СССР. Дальше научные исследования славянских языков и культуры в Китае. В Китае пока еще не выходит журнал, который назывался бы «Славянное ведение». Не написаны и не выданы учебники по славянному ведению или славянской культуре. Работают русисты, но нет словистов, славянного ведов. Вот здесь и в узком смысле. Книги и статьи о славянном ведении пишут историки, языковеды, литературоведы и русисты. Фундаментальные монографии, но их очень мало. Первое. «Основы славянских языков», автор Синтеллин. А вот еще дальше. «Славянская культура», еще есть «Славянская цивилизация», две монографии. Дальше. «Стадии в журналах», их тоже очень мало. «Славянное ведение за рубежом», обзор славянного ведения, тенденции развития славянного ведения в России, славянизм в современной России, лермонтов в славянских странах, перевод исследований и влияния, обзор остановления и развития сербской ассоциации славянного ведения. Кстати, вот эти авторы, почти все они из нашего института. В скором времени выйдет в свет многотомник под названием «Славянские языки и культура». Мы постараемся выполнить эту научную задачу. В 2016 году в Шанхае была организована и проведена международная научная конференция под названием «Исследование Восточной Азии, Славянских стран и Ефрации». И к концу 2018 года, вот именно этого года, в Харпине, в нашем институте, планируется и готовится к проведению молодежного форума под названием «Исследование Славянских стран, языки, литература и культура». В 2019 году в Харпине, то есть в нашем институте, планируется и готовится к проведению международной конференции под названием «Исследование Славянских стран, языки, культура, мышление и менталитет». Вот у нас были уважаемые гости и ученые. Они читают лекцию профессора Висна из Белгоградского университета, из Сербии. Лекцию читает Цзин Сяо Ли, доктор филологической науки из Белгоградского университета. Лекцию читает Тамаши Викнира, специалист из Больши. Дальше ассоциации исследования Славянного ведения в Китае. Первая ассоциация. Китайская ассоциация преподавателей русского языка как и иностранного. С 1981 года в Бекине. Китайская ассоциация исследования России, Восточной Европы и Средней Азии С 1981 года в Бекине. Китайская ассоциация исследования Восточной Европы и Средней Азии с 1982 года в Шанхае. Вот еще Китайская ассоциация исследований истории СССР и Восточной Европы была создана с 1985 года в Шанхае. Но, к сожалению, еще не создана Китайская ассоциация исследований славянного ведения. Но она и будет заключение. Вот здесь я хотела бы цитировать слова известного психолога Виктора Франкла. Если человек хочет прийти к самому себе, его путь лежит через мир. А вот еще буду цитировать слова Алексея Алексеевича Леонтьева, основателя российской, московской психоинвестики. Я даже училась у него. Язык и есть его путеводители по этому миру, по дороге к себе. А следующие слова, это уже мои. Славянские языки и есть путеводители по славянскому миру, по дороге к славянам. Вот сейчас я немножко высказать свои мысли. Вот я сама русист, преподавательница русского языка. Я сама занимаюсь российской, московской психолингвистикой. Я занимаюсь языковым сознанием как сопоставительным исследованием русского языкового сознания и китайского языкового сознания. При помощи языков мы можем изучать славянскую культуру и познать славянский мир и знать прошлое, сегодня и будущее славянской цивилизации. Мы постараемся способствовать распространению знаний о славянстве. Вот еще кое-что я хочу сказать. В новую эпоху перед человечеством предстоит общая задача. Создать сообщество судьбы человека. Один мир, одна мечта. То есть совместное строительство прочного мира, всеобщей безопасности, общего процветания, открытости и терпимости чистого, экологического и прекрасного гармоничного мира. И пусть сбудется наша общая мечта. И желает процветания славянская цивилизация. Спасибо вам за внимание. И желаем всем вам удачи и счастья. Благодарим наших многоуважаемых коллег из города Харбина. Именно так когда-то название в косвенных падежах произносили старые харбинские русские. Я это еще слышал. Это действительно удивительная картина. Интерес к славянскому миру в Китае. Очень многообразная и очень трогательная. Вот когда наша коллега говорила о том, к сожалению, но это будет. И вот на это очень мы надеемся. Спасибо вам большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!